В пятницу я получил письмо, и это письмо-приказ, которое для меня честь предоставить вам этот фильм. Приказ Хайрин. По-русски это будет приказ армян. На каждый вопрос есть один ответ. Только один ответ. И, между прочим, я хорошо по-русски не говорю, потому что уже 25 лет вообще-то не говорю этим языком. Я только хорошо говорю языком богов, Айрен, по-армянски. И вам представляю этот фильм. Путин и Эрдоган. Кто они такие? Вы все знаете, я не буду представить им, кто они такие. Но что случилось в Сирии? Я коротко все это объясню вам, чтобы вам было ясно. Сначала Путин, международному своих хозяев и всех, показывал, что он очень хороший человек, борется за терроризм. И поэтому он уничтожил турецкие машины, которые возили сирийскую нефть. И весь мир как будто в восторге, что Путин очень хорошо исполняет это и бороться за терроризм. И потом, после этого, русский самолет, который не должен бить сам турецкой территорией, как будто бил турецкой территорией и не мог бить только сирийской территорией, турки разбили российский самолет. Прошу здесь внимания, люди, которые живут в России и боятся за Россию и семью этого летчика. Что на самом деле там происходило? Эти два мошенники, не руководители стран, а мошенники, должны были сделать так, чтобы мир верил, что они не друзья, они соперники. И один другого ненавидят, и потом шум в русских каналах, телевизионных, путинских, мы будем уничтожать Турцию, и потом потихли. На самом деле, что это было? 12 терабайта у нас все это приготовлено в фильме Босфора и Дарданеля Проливи. Для чего? Чтобы предоставить это Путина хозяина, принца Чарльза. Что на самом деле их мальчик Зелл, этот аферист. Ну, как-то надо что-то делать с Сирией. И Эрдуганом они вместе. Русские корабли плевают на Босфор и Дарданеля. И там турки, которые не любят путинскую Россию, останавливают. Болгарских, румынских пускают, российских нет. Но мы это дело давно следим. И поэтому нам тоже это интересно было. Почему два близняка, два брата такой способ играют? Оказывается, турки, русских танкеров не останавливают. А только они стоят там. Внутри, в России, все эти танкеры имели только воду внутри. Турки, раскачают воду, качают нафт. И сирийские нафти во всем мире, россияне, Путин, не россияне. Путин продает. И это между Эрдуганом и между Путиным, а не между Россией и Эрдуганом поделится. Вот о чем вопрос. Почему россияне в Сирии и то же самое Эрдуган в Сирии? Если россияне этого не верят, 86 почти с половиной миллиарда долларов из этого российском банке или Путин сам это взял для себя? И поэтому, как будто Эрдуган и Путин враги, они это сделали такой простой способ. Водой танкеры до Босфора и Дарданила проливов. Потом они раскачали и качали там сирийский нафт и потом продали, поделили между собой. Если Путин будет против этого выступать, все эти фильмы достанет принц Чарльз. Какой способ они оба обманули своего хозяина и эти мошенники сделали этого? Почему мы сейчас открываем этот вопрос, когда давно видели? Потому что это нам не касалось. И вот потом был карабахский вопрос, по-вашему, арцахский вопрос. И вот эти путинские клоуны говорят, что убирайте Пашиняна, тогда мы поможем Армению. Они все в корнях имеют армянского что-то, они не хаи, они только армяшки. И поэтому мы их тоже уничтожим, этих уничтожеств. И они хорошо служат только своему хозяину, мошеннику Путину. И, между прочим, только послушайте здесь внимательно, мы тоже имеем все данные, сколько у Путина денег, только у Путина, 1 триллион 127 миллиардов. Его хозяева, и Россия вообще-то знает об этом, российский нефть и газ идет из конца России Европу. Там люди умирают рядом, которые живут этих газа и нафтопроводов. Из холода, а у Путина в карманах больше триллиона денег. Можете это тоже проверить, это правда или нет. И сейчас идем к армянскому вопросу. План Лаврова-Карабахский вопрос. Почему Арцах должны были отдавать Азербайджанам? Азербайджан свои нафтогазопроводы через Грузию, через Турцию продает Европу. И сейчас два близняки Путин и Эрдоган пошли дальше. Они должны отрезать Зангезур и Арцах из Армении, чтобы Грузия ничего не получил. Это как будто для России хорошо. и что для них Армения. И бакинский нафт отсюда пойдет в Европу. И между прочим, Путин хочет и Украину, и Белоруссию тоже наказать. Но это не так. Это не так. Идем дальше. 30 лет и больше в Армении поставили армяшки из КГБ, российского КГБ. Левона Терпетросяна, Роберт Кочаряна, Серсархсяна и Никола Пашиняна. Если эти говорят, что Никол Соросовский, ну тогда почему Никола не поддерживает ни Америка, ни Европа, а только Никол летит в Россию. И больше нигде Никола не приветствует. Потому что все эти российские шпионы в Армении. Путинские шпионы, не российские. Вопрос о чем? Вот это Армения, уже Карабаха нету, взяли азербайджанцы. Азербайджанцы победили, а победили Эрдоган Путин вместе. Потому что они приказали армян сдаваться, и как будто Азербайджан нападает и должны они отрезать только тоже Зангизур. О чем речь? Путин и Эрдоган договорились с этими азиатистскими странами Казахстану, Узбекистан, Туркмения, чтобы ваша нефть тоже продать, можем продать такой способ. из из Средней Азии Каспийское море, потом Азербайджан, уже Армении нету здесь, Нахиджеван, Турция и продаем. Но это вообще-то не так. Продают Путин и Эрдоган все это. Немножко официально, чтобы Европа видела, немножко неофициально, как они сделали сирийским нефтем. И поэтому они убрали здесь Нагорный Карабах, по-вашему Арцах, и сейчас Путин заставляет Никола Пашиняна, чтобы Азербайджан и Турция тут имели дорогу. Если подумаем из стороны России, для России, чтобы Армения всегда была, и Армения была большая и сильная. Почему они этого хотят? этого не хотят Россия, россияне, это хочет Жулик, Путин и Эрдуан. И поэтому они хотят так поделить Армению. Потому что им выгодно. Вся среднеазийская нефть, бакинская нефть, и сирийские тоже продали уже могут еще продать, и таким путем будет газ и нефть продать Европу. И не только Европу, как мы знаем, Турции могли опять российские танкера водой, а потом неофициально продать. То же самое они Ирану вставляют в тяжелом состоянии. Или продаешь нам дешево, или ты тупики. Вот о чем вопрос. Эти два сволочи так поступают. Это не пойдет государственную казню России, а только путинские карманы и эрдуанские карманы. Это немножко знают их хозяева, англичаны. Но уже мы будем давать несколько дней Путину, чтобы или исправить свои ошибки, или все фильмы будут у принца Чарльза. Что они оба мошенники и они оба обманывали своих хозяин. Вот о чем вопрос. Для англичан это выгодно, чтобы азербайджанская нация не Грузия, а Армения. И тут мало будут платить. но для англичан это не имеет значения. А если сейчас придумаем, что из себя представляет Азербайджан, там талищи, лезгины, армяны и эти как будто азербайджанцы. Россия говорят Атарпатакан это иранское. Когда Иран имел армянского короля Тиграна, Атарпатакан Армения продала Ирану вместо короля Тиграна. И это Атарпатакан армянское. Потом, когда русского Гоголя там убили, поэтому Иран это давал подарок России. Если эта территория российская и Россия отказывается говорить это уже Азербайджан. А почему Россия нападает на свою Украину, когда оба славянские народы и хочет Крим, Донецк, Днеприл, Петровск. Если это российская Россия получила этот подарок, почему Россия этого не возьмет, а идет это возьмет. А это что подарок получили из Ирана и всю Армению, вот половина здесь Азербайджана Армения, оно дает туркоязычному Азербайджану, который имеет не более ста лет. Вот для вас тоже вопросы, что должны подумать, почему это так случается. И сейчас идем далее. Если вы подумаете, что армяны какой-то старый народ, вы ошибаетесь. Сейчас объясню немножко, чтобы русские понимали, о чем речь. Хай это нация создатель мира, а создатель мира это не то, что вы думаете, почитайте эту христианскую библию, чарную магию или какую-то другую книгу. Нет. армяны родились на своем территории. Кроме этого и другие народы. Сейчас скажу России сколько народов било, когда мы вышли из своей территории. И армяны построили все старожидные пирамиды. И эти пирамиды не служили как будто гроб фараонов, а они были центром науки, техники, мегаполиси, где люди должны собираться, откуда люди должны достать свои семена, животные домашние, чтобы могли жить. Если сейчас вы пойдете в ваш Сибирь и будете в лесу жить, вам долго там не можете жить, потому что там нет всего этого, что вы могли жить. И поэтому армяны армяны всех континентах сделали пирамиды и научили всех старожидных народов. Мотивы смеяться, но если у вас здесь воля и чтобы понимать правду, прошу, каждую из этих пирамид можете разобрать и в фундаменте найдете, что это построили хаи для того, чтобы научить людей, как жить нормально. А если мы посмотрим Россию, Дагестан, Чечня, Ассетия, они как будто не имеют свою историю. Откуда у них своя история, когда историю Армении тоже хотят уничтожать до конца. Но мы всегда имеем эту историю и между прочим, если вы хотите, чтобы эти фараоны там были спрятаны этих пирамидах, нет, эти не были фараоны, эти были научные работники, которые, один из них создал что-то, один из них создал что-то, и благодаря им мир имел, например, зерно, не одно, а много, на одном ветве, или маис, все вы говорите май, маис, месяц, этот месяц армянского бога, который северным в Америке из маиса, которое как трава выглядит, зел кукурузу, из уничтожения тогда не были уничтожены Северная Америка, и если в Египте, Китае, в Индии идете на рынок, посмотрите много разных видов фасолей этой семьи, и много разное, все это не было, это армянские ученые сделали, а вообще-то у вас не было вопрос, почти все животные имеют и домашние животные и дикие животные, а корова немеет, откуда этот корово, вы вообще спросили себе, откуда все это, и почему построили эти, потому что вы не знаете, а если вы хотите, чтобы и поняли, что из себя представляет Дагастан, Чечня и Осетия, сейчас я вам объясню, армяне выходили из своих территорий, но это тоже армянская территория, это называется перекресток, и они армяне, только они забыли, что они армяне, потому что их заставили, когда англичане взяли из армян правительство мира, уже мир пошел другой способ, война, уничтожение, а во время правительства Армении, такого никогда не было, я не говорю, что сейчас Армения в таком тяжелом состоянии, чтобы дагастанцы, чеченцы и Осетини помогали армянам, нет, только им говорю, если вы хотите знать ваши корни, у вас в горах можете искать это, под реками можете искать что-то странное, мы везде всегда оставили следы, и вы можете найти следы, что вы армяне, только вас забыли, что вы армяне. дагастан, это только по-армянскому переводится, и они стояли тут, чтобы из востока эти барбарские племена не ходили внутрь Армении. Чечня, что это означает Чечня. Мы этот свой штат называли северная звезда, и эта звезда, которая в Москве на Кремле, это чеченская звезда. Чечень охраняли, северная звезда охраняла весь Ураль, и тогда они нашли, что на Урале тоже есть железо, и приготовили, привезли армянского короля королей, аркаица аркаин, тогда он сказал, зачем вы поехали в Китай, и так быстро вернулись, они нет, не Китай, Чечень, Че это означает нет, не китайский, и поэтому они второе имя имеют Чечень, а потом изменили Чечень, Чечня, и русские, как хотят, так и называют, а Ассетия, Хос, ми всегда тут, это означает. Почему я сейчас объясняю, что вы армянские племена, и вы должны знать об этом, потому что вы помните всегда, хотя бы во время Сталина, во время Ельцина, вас хотели уничтожить, и всегда вы живете нехорошо, чем вся Россия, хотели вас в Средную Азию, чтобы вы запомнили о своих корней, вы могли тоже иметь науку научных работников, только из вас сделали мусульман, а армянская научная практика показывает, что семь поколений должны быть далеко, чтобы имели дети, вот о чем причина, у вас осталось, что семья, женщина какая должна быть между женщиной и мужчиной, а это, что вы науке остаетесь, это для того, чтобы вы принимали мусульманскую веру, и кроме Армении, вся Армения этот перекресток, начиная из Египта, Ирана, Ирака, Сирии, всех англичан сделали мусульманами, то же самое и Градостан, и Ауанстан, это тоже армянский перекресток, почему вам сейчас об этом говорил, чтобы вы были внимательны, путин будет вас мешать Средней Азией, турками и азербайджанцами, если если вы на это пойдете, окончательно вы потеряетесь и не будете иметь свои корни, об этом вопрос, подумайте, не путинскому и не Аллаху, что мусульмане были вместе, это все ложь, вы не должны хотеть, если вы хотите, весь Северный Кавказ, который сейчас Кавказ называется, не скажу, что это такое было раньше, вы должны вместе, вместе одну страну, чтобы не уничтожить откуда вы и какие вы, вы должны гордиться, что 3 миллиона лет на земле и вы народ а остальные россия только 3 народа кроме вас остальные племена россия тоже племя потому что имеет 750 до тысячи лет а вы народ вы должны об этом помнить сейчас идем дальше я не хочу никого оскорбить а народом является эта территория которая имеет больше 22 тысячи лет историю а россия не имеет потому что вы племя и когда мы выходили из своей территории искать мир какого размера потому что мы знали что земля круглая Михаил тогда мы тут видели только чувашей где черное море там адгейцев и здесь только якутов а везде тут не было никакого народа поэтому это которое сейчас называете россией оно должно быть северная армянская республика дагустан чечня и остальные скажу потом здесь должно быть адгейская республика вся москва и область московские и все это в этом кругу чувашская и остальное якутская а россияне вы могли только тут вместе турками оставаться потому что это ваша страна не это что вы думаете правду надо открытыми глазами смотреть российской телевидении когда-то было такое что-то что армяне говорят что англичане тоже армяне армяне такого не сказали керамику по-вашему это только гугл переводил керамику из глины сделать тарельки морельки когда хай наш народ видел что здесь умирают им предложили заниматься керамикой это продать чтобы купить едение что могли жить и это армянские брутагорснэр брутагорснэр которые керамикой занимаются поехали там их научили этого и поэтому армяне всю эту весь этот остров называли брут брутагорснэри а потом англичане бритистская Британия а вообще-то они брутагорснэс люди которые занимались керамикой из глины это имя армян армяне создали тоже календарь и если вы посмотрите март март это только по-армянскому это означает война между зимой и весной петер петер вар януар ямвай это тоже армянский означает что уже река могут освободиться из льда петер вар петер вар означает что уже можем древно не использовать для тепла и так остальное почему я это все вам говорю и вы хотите чтобы народ который создавал этот мир помогал всех уничтожать вопрос не это сейчас объясню почему русские неблагодарны сейчас я прочитаю этот приказ по-русски очень плохо написано потому что для нас наиглавное хай лезу потому что боги или если хотите разговаривать с богами должны им знать армянский а я не должен знать российский язык приказ короля королей мурада халтеци аркаи царка мурад халтецу романа юсисаин айерин россия дают шансы до 14 января 2022 года исправить российские ошибки против хай создателям мира противном случае хай нации 628 русскими фамилиями которые 2800 лет и более руководят Россию приказывают уничтожить путинскую кремль это не касается армяши которые живут в России после этого инструкцию предоставит Иван Иванович Путина Лаврова и Шойгу головы должны быть под моих ног аркаи царка Мурат Халтеци он последний и этот приказ русские которые имеют российскую русскую фамилию имя по виду вы не можете отличать это армянин русский узбек или кто-то они занимают очень большие должности и они могут уничтожить вас и вы не думайте что мы дураки что англичанам дали и так тихо сидели нет и в английской королевской семье мы имеем своих людей и Россия имеем эти 628 они только первая категория а вообще то мы имеем 6 миллиона почти 5 миллионов 800 тысяч таких армян которые уничтожат вашу Россию не Россию Кремль российский потому что народы которые живут в России мы против вас ничего не имеем мы против вас и арка мурат халтыцы имеют против только эту хунту которая занимает ваш Кремль поймите хорошо а эти армяны которые поехали из Армении после распада Советского Союза или перед этим они армяшки для нас они никто для нас и они ничего не могут сделать Россия они только как батраки работают для России они никто как и выезжают из Узбекистана из Украины они никто для нас мы говорим об этих и сейчас объясню это чтобы вам было понятно кто они такие и что они могут объяснение МИКСУ АТОМ полет космос вы знаете что 90% этих хай хай сделали все это хай это 628 и почти 5 почти 6 миллионов которые я говорю они сделали все это плюс 10% сделали это немцы военнопленные и сделали жиды вы знаете об этом и сейчас вы благодарите армянскому народу за это объясню тоже одно вооружен Мегри Минасян Берия никто не знал что Берия армянин что благодаря Берии сейчас здесь это Россия это Россия как сказала свое время Брежневу Маргарет Тэтчер нам нужны 30 до 50 миллионов людей чтобы покачали в Англию Менделеева таблицу вы об этом тоже не знали таких мы имеем 628 Россия и они уничтожат эту вашу кремлевскую Россию и если посчитаем азербайджанский нефть и это все что вы думаете какое из них дорого стоит для России азербайджанский нефть что Путин хочет сейчас сделать эту махинацию которую сказали или этот так что россияне я прав если я не прав прошу ваши объяснения что вы имеете какое объяснение имеете я прав или нет что мы сделали для вас такие самолеты такие бомбы летите космос и сейчас вы будете с этими уничтожать в Армении а между прочим россия и Армения имеют договор этот договор не Армения плевала на этот договор а Россия этот ваш Путин как говорят украинцы хулио путана так и оно есть человек должен иметь совесть совесть честь которая которая этот не имеет сейчас тоже многое объясню чтобы вам было понятно вы говорите Сталин нахичеван и Карабах отдал Азербайджану и создавал Азербайджан Сталина было а сейчас Волгоград если Сталин прав почему нет у вас Сталинграда чтобы Сталин прав Сталин давал и мы тоже согласились что Сталин хороший человек этот английский шпион подумайте об этом Библию нахичеван тоже самое гора Арарат Россия христианская православная страна а нахичеван там ваш этот ноя дети приземлились нахичеван из гора Арарат а почему вы этот договор не даете армянам что это ваш нахичеван вы православные и что вы тоже там отметили вашу христианскую какой-то праздник и ваш российский этот поп который в Азербайджане приветствует мусульмана что победили армян первая мировая война вы знаете почему англичане хотели чтобы Армения ходила состав Советского Союза чтобы за 120 за рублей армяне создавали все это что сейчас показываю тут и потом русские шпиони все это продали Кагельцин и Горбачев продали и подарок давали англо-американам вторая мировая война вы знаете почему это было это было для того чтобы уничтожать большинство людей Европы и не только Европы и вы никогда не победили эту войну эту войну победили англичане потому что европейская часть Советского Союза была под развалинами и потом Ельцин заплатил эти долги Америку и в Англию жена Путина развелась почему развелась потому что это не этот Путин а жена имеет честь и совесть что двумя Путина не может жить поэтому жена Путина развелась это двойник Путина и этот двойник и мы знаем кто его хозяин в России вы этого не знаете Хрущев ударил ботинком по столу почему потому что Хрущева в подвалах КГБ английский этот шпион умер и Хрущев не верил никому кто ему может давать приказ и поэтому сняли Хрущева английского этого шпиона и поставили английского шпиона Брежнева если вы хотите из Ивана Грозного до Путина кто не был английскими шпионами я скажу только не был Андропов и Черненко Андропова убили а Черненко за год сам умер вы хотите знать почему Екатерина вторая продала Аляску потому что Екатерину вторую дали лекарство бешенства английские шпионы и она спала с лошадью и чтобы это они лечили они предлагали продать Аляску и поэтому она продала Екатерине гроб вы имеете можете открывать и посмотреть что ей дали такое лекарство то же самое Николая второго сына Распутин тоже такое что-то давали чтобы всегда из носа кров а почему Николаев второй не бежал в Европу из Европы его хотели уничтожить что он хотел бы убежать в Европу он думал что его семью Сибири дают жилье и будут там жить а он не знал что будете убивать вы хотели правды какие правды вы хотите о вас мы скажем только правда такая что Армению не продают если Армению продаете тогда и мы Россию продаем если Армении не будет Россия тоже не будет и поэтому россияне придумайте придумайте и не послушайте этого сукин сына он мошенник его хозяева тоже что-то знают но не до конца а мы когда представим это его хозяев тогда и вас не только его и россиянам будет тяжело поэтому говорю исправить ваши ошибки против Хая весь мир говорит Хай вы только думаете что вы азербайджанцы или турки племена которые не имеются больше тысячи лет будете что-то сделать в мире наш Бейдя мог этого сделать уничтожить английскую власть во всем мире и вместе с вами взять этого наши тоже сейчас могли и когда они видели план Лаврова они уничтожили 20% вашей тяжелой и военного промышленности сейчас остальное уничтожим так что думайте думайте огнем не играют мы имеем 3 миллиона лет историю и свои связи и своих людей везде а вы пока никто и поэтому думайте лучше Путин зарабатывал средний азийский нефть или вы хотите быть нормальными людьми и нормально жить в вашей стране время до почти половины января у вас не больше не не